Это спонтанное видео. Я только что из школы запыхалась, помогала ученикам. Это было очень весело для меня. Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим знанием, своим опытом о новозеландской школе. Я долго не могла разобраться в этой системе. Настолько она отличается от российской, что просто представить себе невозможно, что конкретно там происходит с детьми. Потому что когда ты начинаешь спрашивать у ребенка, какие у тебя оценки, кто вообще у вас отличник, на кого класс равняется, что вам нужно, как вы учите стихи, что вы пишете, какие упражнения вы делаете, какие у вас учебники. На все тебе ребенок отвечает, не знаю, не понимаю, мама вообще о чем-то, мы это не делаем, мы это не делаем. И ты такой, а что же вы делаете, если у вас нет учебников? Что вы вообще делаете? Что же происходит, если нет оценок, нет учебников, нет предметов? То есть им не говорят, что у вас сейчас, например, математика или что-то. Какие у вас предметы в школе? Я не знаю, у нас нет предметов. Ну как? И в этом было так сложно разобраться. В итоге для меня стал отличным вариантом, отличной возможностью. Когда потребовался волонтер-помощник в младших классах, я просто побежала туда. И сейчас я вам расскажу взгляд изнутри. Во-первых, дети собираются вокруг учителя, сидя на полу. Учитель сидит на стульчике, их не разделяет стол. И, кстати, я еще хочу, чтобы мы с вами обсудили психологическую составляющую школ в России и школ в Новой Зеландии. Если вы планируете переезжать, просто чтобы вы это понимали. Или для того, чтобы вы узнавали мир, который существует вокруг, чтобы вы расширяли границы своих знаний, чтобы ваше мышление расширялось, чтобы вы понимали, что в мире существует еще что-то, кроме того, что вы уже знаете. И также это поможет вам сделать какие-то выводы и поговорить о чем-то интересном. Утро у них начинается с переклички. В классе многонациональный класс. Дети многие говорят на втором каком-то языке. И учительница... Опять-таки, я сейчас хочу сделать акцент на том, что все учителя разные, как и все люди разные. И, как я недавно узнала, оказывается, у них нет какой-то конкретной системы, каких-то конкретных материалов, которые они передают от одного учителя к другому. То есть, какой-то системы, учебников их не просто нет, но и нет вот этой системы. И нет того, что конкретно учитель должен рассказать ученику. То есть, эту программу составляет сам учитель. Конечно, за много лет они уже наработали программы, из года в год их повторяют, но изначально нужно понимать, что у учителей учебников тоже нет. Так, утро начинается с переклички, вернемся к этому. И учитель приветствует каждого ученика на его родном языке. Это очень мило. С одной стороны, дети чувствуют, что их приняли. Когда дети слышат родную речь от учителя, они дополнительно как-то с ним сближаются. То есть, нам психологически приятны те люди, которых мы понимаем и которые понимают нас. И это очень важный момент психологического сближения с учеником. Дальше момент. У них нет журналов, у них все в электронном виде. То есть, учительница сидит с ноутбуком. И более того, экран ее монитора выведен на большой экран телевизора, который видят все ученики. То есть, когда она произносит чье-то имя, его фотография высвечивается, и она там ставит галочку. Все видят. Так детям проще запомнить учеников. То есть, я, кстати, удивилась, что мои дети пришли и сразу сказали, Так, это там, Аарон, это Тахаоми, это Джоу-Джоу. То есть, дети очень быстро визуально запоминают, да, картинки. Этот способ очень часто используют для развития памяти. Не только у детей, но и у взрослых. У детей есть домашнее задание в младших классах. Это дается книжка. Легкая. Майкет, мет, сыт, 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 он, а, мэтт. Майкет, мет, сыт, он, а, мэтт. Майкет, мет, сыт, он, а, лог. Майкет, мет, сыт, он, а, тог. Спасибо. Здесь своеобразное чтение, и я там, как дети здесь учатся читать. Это тоже отличается. Они читают не по слогам, они запоминают слово целиком. И потом у них есть такой спейлинг, то есть, это произношение слова по буквам. Это они учат с первых классов. То есть, прочитать слово английское по слогам просто невозможно. Нужно отметить, что здесь в школах двоечников нет. То есть, нет такого, чтобы весь класс знал и понимал, что ты двоечник, у тебя низкие баллы и все такое. Конечно, дети, наблюдая за учениками, да, они могут видеть, что кто-то там не может решать примеры, не может писать. Но так, чтобы учитель конкретно сказал, что вот это вот двоечник, что вот этот вот ребенок не соображает. Или, ну, я уже не говорю о том, что учитель никогда, просто никогда не может произнести вслух, что ребенок глупый или что-то там не понимает. Но отличников здесь все-таки выделяют не оценками. Здесь очень прикольная система. Мне, честно говоря, мне понравилось. Обсудим это и с точки зрения психологии тоже. Во-первых, когда ты выполняешь домашнее задание, родитель должен расписаться в специальной книжке, что ты прочитал книжку. И за каждую прочитанную книжку, то есть выполненная домашка, тебе дают поинт, такие вот монетки. И эти монетки, ты должен проголосовать этими монетками и бросить их в ящичек, на котором написано, за что ты голосуешь. То есть в конце четверти или раньше, там, ну, по-разному учитель придумывает. То есть, например, может быть дискотека, может быть какой-то лего-день, что в этот день вы не учитесь, в этот день вы развлекаетесь или еще что-то, куда-то едете, идете. То есть, что, по сути, дает оценка нам в России, да? Оценка, когда мы получаем пятерку, и мы, как бы, внутренне, психологически понимаем, что когда-то в будущем, когда мы станем взрослыми тетями и дядями, да, в будущем нам кажется, что 20-30 лет, это вообще там, о-о-о-о, 30, это уже старики, это случится, наверное, никогда. То есть, ну, это так далеко, что это сложно себе представить, там, в 5-6 лет, в 7-8 тоже. Будущее, что когда-то мы вроде бы как устроимся на работу и будем получать хорошую зарплату. То есть, у нас психологически такой рассчитан психологический момент на оценки. Ну, или факт здесь и сейчас, то есть, если у тебя будут одни двойки, то ты останешься в этом же классе, да? То есть, такой негативный фактор тоже, страх, да? Страх, кстати, это первобытное влияние на нашу психику. Вот сейчас, конечно, уже больше через мотивацию всё идёт, нежели чем через страх. Ну ладно, здесь, получается, у детей всё гораздо ближе, будущее ближе. То есть, выполняя что-то полезное для себя и для других, поинты им дают ещё и за хорошее поведение, за какую-то помощь, в общем, различные-различные вещи, за которые можно получить эти жетоны. И ты уже здесь и сейчас, прямо сегодня в классе, получив жетон, ты уже можешь проголосовать. И более того, сегодня я не очень поняла, что произошло, нужно будет узнать у детей. В общем, у Марка было 50 жетонов, и его имя написали на доске, и имя ещё одной девочки вместе с ним. Им вручили 50-е жетоны, торжественно заиграла музыка, там, congratulations, поздравляем, там. И под крики аплодисментов они бросили эти последние жетоны. И они дополнительно, за то, что они насобирали то ли больше всех, то ли что-то, вот этот момент я не уловила, как Оливер мне сказал, что они получат какой-то сюрприз ещё. Это очень здорово. То есть вот это здесь и сейчас, вот это получение пользы в ближайшем будущем, это очень-очень здорово для детей, очень мотивационно. Что же дальше? Дальше мне понравилось. У Вероники такого не было в школе, когда она училась. Нам периодически выдают тетрадки, на которых записано, в какой день, например, 24 сентября, дети смогли сделать вот этот уровень задания. То есть, например, 2 плюс 3 они смогли решить 24 сентября. А, например, в октябре они уже смогли решить 10 плюс 10. Ну, это условно. И то же самое по письму. То есть у них не называется английский язык, как у нас русский, да, русский язык, у них такого нет. У них есть райтинг, письмо. Что же они там делают, как они помогают детям. Это тоже был интересный момент для меня, потому что я не понимала. Вот мои дети пришли, они плохо знали английский, они за счёт того, что мы год провели в России, они английский забыли напрочь просто. Они забыли даже, как здороваться, несмотря на то, что они там у нас ходили в развивающий центр «Радуга», и у них один раз в неделю был, прощай, прощай, два раза в неделю, был урок английского языка по-нашему, по-русски, да. Вот. И я думала, что он им поможет сохранить английский. Нет, вообще никак не помог. Не просто его не сохранили, они его забыли. То есть, вот у меня есть видео, не знаю, на этот момент я его уже выложила или нет, как доктор биологических наук рассказывает, как если нейронные связи формируют такие, как полочки, на которых откладывается информация, потом записывается. Если мы не пользуемся этой информацией, то эти полочки подчищаются, да, нейронные связи просто эти полочки как бы обрезают. Ну, это я говорю на таком понятном самой мне языке, да, и доношу, пытаюсь донести до вас, потому что я этих заумных слов даже не помню. В общем, смысл в том, что информация, которой мы не пользуемся, она стирается, и мы потом ее уже, я не знаю, ученые до сих пор спорят, исчезает она полностью или она где-то сохраняется, но мы не можем ее изъять. Но факт в том, что мы потом действительно не можем никак вспомнить эту информацию. То есть дети, для мальчиков, для моих, у них английский стал их первым языком, потому что он был легче, и первые слова, которые они стали говорить там в годик, это были английские слова. Русский у них начался чуть позже, то есть по-русски они заговорили чуть-чуть позже. Вот, и за год в России с 4 до 5 лет они забыли все. Думаю, что же происходит, как же им делать письмо, то есть они принесли мне в конце нулевого класса чистую тетрадку по письму. И я стала думать, как же им помочь, учитывая то, что они с нулевого класса сразу перескочили во второй, по возрасту. И я прям испугалась, думаю, что же делать во втором классе, они уже, наверное, должны что-то серьезное писать. И я смогла понаблюдать, как это делается. То есть сначала учительница проговаривает все, что они могут написать. Потом у них есть либо картинки, либо они рисуют самостоятельно какую-то картинку, например, рыба в океане, и они должны что-то об этом написать. Например, я видел рыбу в океане, или я ходил на пляж, или я видел океан. В общем, это зависит от их словарного запаса, их фантазии, ну и желания, конечно же, что-либо вообще в принципе делать в школе. И еще у них для помощи детям есть такие специальные таблички со словами. То есть, например, ребенок хочет написать I went to the beach. И ребенок, например, визуально находит I went и записывает, то есть переписывает с карточек себе в тетрадку. И также домой нам дают карточки, на которых написаны эти слова, и мы должны их выучить. Многие слова мои дети, оказывается, уже знают, как пишутся, то есть визуально они их запомнили, и им нужна была просто практика, что я и стала делать дома с ними. То есть мы стали составлять эти самые предложения, и они их стали записывать. И я увидела сразу прогресс у них, но они начали писать в тетрадках, наконец-то. То есть буквально один день мне потребовался, чтобы им подсказать на русском языке, и чтобы они поняли эту систему, потому что когда объясняла учитель, они не понимали по-английски, что она им говорит. Хотя они многое уже знали, но они не могли еще понять, что от них требуется. Потому что те все задания, которые мы делали дома, они очень сильно отличались от того, что давала им учительница. За неделю у них уже полностью, у них уже исписанная тетрадка, и это очень здорово. Я очень рада, что смогла помочь своим детям. Волонтерство — это просто всегда шикарная возможность не только помочь людям, но еще и самой получить новый опыт, новые знания, и использовать их, применять как-то в своей жизни. Поэтому я обожаю волонтерить, и если у меня есть такая возможность, временная, финансовая, то я обязательно это делаю. Итак, сегодня я немного поделилась с вами информацией о школе. Я хочу снять еще более подробный ролик, большой, с дополнительными видео. Я не знаю точно, когда это будет, потому что у меня очень много возникает различных идей в процессе, и какие-то идеи откладываются. Но если вам интересно, то, конечно же, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и YouTube сообщит вам о том, что у меня вышло новое видео. Рада была с вами поделиться. Пока-пока, увидимся!